так ну давайте начнем добрый день так начинаем наш вебинар вести его буду я зовут меня лебедев андрей юрьевич я аналитик 1с компании кодерлайн сегодня мы с вами будем разбирать вопрос связанные с проведением инвентаризации на складе в принципе функционал достаточно простенький нас здесь относительно немного поэтому я целиком и полностью приветствую вопрос который вас будут возникать соответственно вы эти вопросы можете задавать чате периодически я буду к нему обращаться и смотреть о чем вы меня спросили функционал инвентаризации в 1с сразу хочу сказать что это такой универсальный функционал в 1с управление торговлей в 1с комплексная автоматизация в 1с рп в 1с рп уха он практически идентичен особых отличий вы не увидите поэтому если вы освоить этот функционал для одной из этих конфигураций он будет вполне уместен и для всех остальных значит основным документом который нам потребуется для проведения инвентаризации это документ который находится в разделе склад и доставка и называется он пересчет товаров раньше у нас существовал еще докум когда-то давно конфигурации существовал документ приказ на проведение инвентаризации но сейчас у нас такого варианта нет для того чтобы контролировать то что у нас происходит я предлагаю вам построить вот этот вот отчет ведомость по товарам на складах он нам позволит контролировать складские остатки по тому складу которую мы будем с вами инвентаризировать так ну я смотрю давайте сейчас я уберу лишние фильтры вот у нас какие-то остатки есть на складе значит то что здесь у нас получился минус но это последствия каких-то моментов связанных с предыдущими действиями давайте я наверно тогда вот эту вот реализацию просто сниму чтобы у нас никакой красноты не было на складе все было хорошо так еще раз перестроим ну вот так вот значит вот с этими остатками мы с вами и будем иметь дело вот это вот ведомость по товарам на складах я оставлю я не буду закрывать она у нас будет работать как контроль на что мы с вами делаем сейчас давайте мы запустим процесс инвентаризации создадим пересчет товаров укажем склад это будет основной склад создать что мы заполняем вот в этом документе в принципе документ как я и говорю достаточно простенький мы с вами указываем склад ну собственно говоря мы его указали при создании мы с вами можем поставить галочку печатать количество по учету но это галочка она будет влиять только на одну из печатных форм сейчас об этом мы с вами тоже поговорим исполнитель для нас это не критично но в некоторых случаях особенно на адресном складе вот этот исполнитель он имеет определенное значение для того чтобы потом оценивать нагрузку на отдельных сотрудников склада теперь товары значит вот здесь есть одно противоречие с обычной технологии пересчета которые имеют место на складе делаем сказать по географии точную вот вы встали с вами можем не заполнять вручную вот эту табличную часть не определять какие товары мы с вами будем пересчитывать мы можем просто заполнить по отбору отбор по умолчанию это остатки которые сейчас есть на складе давайте мы значит заполним по отбору и вы видите что все то что мы с вами видели в отчете все вот эти вот остатки мы перенесли сюда мы их видим в колонке по учету давайте проведем пересчет мы провели пересчет в первом статусе статус к работе есть еще статус подготовлен ну значит он в данном случае особого значения не имеет и теперь давайте вот я покажу вам тот самый то самую функцию который я говорил по поводу печати количества по учету мы можем создать бланк заданий на пересчет вот и получить пустогравку можем получить бланк заданий на пересчет с указанием реальных количеств учетных количеств которые сейчас сейчас числятся но вообще правильный конечно пересчет по пустогравке но бывает так что идут и вот таким путем типовые формы здесь возможно на основании этого документа создание инф3 но пока такой возможности нет у нас опись не сформирована и есть возможность создать случительную ведомость инф19 та же самая история давайте предположим что мы с вами перепровели вот это самый пересчет и теперь нам надо внести фактически данное внесение фактических данных происходит статус внесения результатов в этом статусе у нас появляется возможность оформить какие-то плюсы минусы ну давайте у нас здесь будет какой-то избыток гаечных ключей отклонения 3 у нас будет недостачи товара 001 значит мы можем выносить мы можем выносить фактические данные можем просто указать отклонения то есть я укажу например минус 1 вот так то есть и такой такой вариант возможен а здесь давайте я сделаю пересортицу тут у меня будет 3 здесь у меня будет 27 давайте 800 так плюс 3 минус 3 значит вынесли результаты ну и можем указать выполнено значит понятно что вот так вот легко и просто это происходит только в том случае если у вас список небольшой но на инвентаризации список может быть достаточно масштабные и работать с этим перечнем может быть не очень удобно для того чтобы упростить вот эту ситуацию можно сделать что можно во-первых отфильтровать убрать те количество в которых план с фактом совпадает у нас таких коллектив таких позиции нету давайте я ненадолго сделаю и вот до отклонение 0 соответственно если я поставлю вот так вот эта строка уйдет вы увидите только список без отклонений значит в какой-то степени это упрощает работу значит какие-то строки мы можем разделить но разбиение строки это в основном нужно для того чтобы можно было порчу указать а вот и существует еще вот такой вот возможность в том случае если вы не нашли никаких отклонений вы можете нажать вот эту вот кнопочку заполнить факт по учету и у вас колонка фактических данных она заполнится данными учетами значит ну что мы можем поставить выполнено провести и закрыть и переформируем ведомость по товарам на складах и давайте посмотрим у нас что-то поменялось давайте я поставлю сегодняшнюю дату а вот вот мы видим приход расход на какой-то мы можем нажать вот эту поставить эту галочку и убедиться что вот этот приход расход он сформирован пересчетом товаров то есть принципе пересчет товаров нам уже что-то зафиксировал на основном складе но при этом не будем забывать что у нас существует еще вот такой отчет 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 не по складам а по товарам организации я укажу что мне нужны данные только по основному складу и вы видите что здесь в общем то у нас ничего не поменялось количество у нас осталось таким каким есть то есть в принципе вот эти вот два отчета ведомость по товарам на складах и ведомость по товарам организации показывают разные итоговые данные это нормальная ситуация вот складской учет и оперативный учет в программе могут немножечко различаться в принципе вот для обычного склада давайте покажу наверно настройку для обычного склада у нас это проявляется только в том случае если идет отражение излишков не достать порчи в принципе если в вашей системе вообще нету ордерных складов то вот эта галочка на общить будет работать и у вас данные по двум отчетам будут совпадать но здесь ордерные склады включены поэтому по умолчанию в новых складах фиксируются вот такие вот нюансы в принципе что мы здесь еще можем посмотреть мы можем обратить внимание вот на документ контроль оформления на отчет контроль оформления документов товара движения и вот этот вот отчет покажет нам что для вот этих вот излишков и недостач мы что-то еще не до оформили то есть у нас здесь есть какие-то хвосты которые мы не доделали вот этот отчет он может использоваться в данном случае в качестве контрольного и так что нам надо сделать для того чтобы отразить данные в оперативном учете все достаточно просто мы в принципе можем оттолкнуться от того же самого документа пересчет товаров и здесь нам доступны практически все варианты которые имеют смысл да мы можем оприходовать излишек излишек мы можем списать недостачу мы можем зафиксировать порчу товара вот мы можем зафиксировать пересортики товара давайте посмотрим как это работает начнем самого простого варианта списание недостач по умолчанию у нас будут списываться все зафиксированные недостачи я укажу организацию укажу статью списания недостача это как ни крути это какой-то расход поэтому мы его должны отнести на какую-то статью расходов отравим его на финансовый результат ну в разрезе склада например и укажем например прочие расходы никаких дополнительных средний от нас здесь не требует списываем значит списываем смотрим ведомость по товарам организации ну обратите внимание вот здесь вот произошло изменение вместо 76 и если мы добавим структуру детализацию по регистратору мы увидим что вот здесь у нас появилось списание недостачи вот этот расход пойдем дальше вернемся к пересчету товаров размещать значит оприходование излишков здесь будет немножко сложнее понятно что нам надо будет указать какой-то статью доходов если у нас есть излишки то у нас есть какой-то плюс излишки по инвентаризации ну давайте вот так может быть делаем и если мы что-то приходуем как излишек мы обязательно должны указать цену приходования почему нас не спрашивали про цену списания потому что списание пройдет по себестоимости себестоимость программа будет рассчитывать сама при закрытии периода ну а излишки программе в общем-то взять не откуда поэтому вот здесь мы с вами должны указать какую-то цену и по этой цене программа и оприходует вот эти самые излишки смотрим ведомость по товарам организации ну вот соответственно оприходовании значит еще один момент связан с пересортицей ну давайте попробуем ее тоже сформировать значит проблема с пересортицей она на самом деле связано с чем автоматом она не будет формироваться по одной простой причине что считать пересортицей а что пересортицей не считать это на самом деле решение которое принимается это решение которое принимается менеджером до главным бухгалтером значит принципе пересортицей это та же самое то же самое оприходование и списание но здесь есть маленькие нюансы связанные и с бухгалтерией и связанные с материальной ответственностью в том случае если мы фиксируем оприходование и излишков и списание недостач на материально ответственного может быть повешена недостача если пересортицей то только разница в цене между ценой оприходования и спиной ценой списания но вообще считается что пересорт это действительно какой-то мелкий такой мелкое такое изменение эта ситуация когда отклонение ценовое относительно невелико а ошибка почему вместо этого это отгрузили она вполне объяснимо ну там я не знаю перепутали синий зеленый например ну там какие-то тонкости оттенков пересорта ты именно пересорт сорт не тот но товар тот же самый принципе мы можем с вами давайте посмотрим у нас посмотрим пересчет товаров у нас здесь зафиксирован вот такой вот пересорт по сериям вот принципе его мы и можем здесь оформить давайте я добавлю пересу добавлю сюда соответствующую номенклатуру это у нас будет ст 001 ст 001 и мы серию x01 в плюс x02 в минус давайте я это укажу серия ну серию мы здесь не укажем поэтому в общем-то и пересортицу в разрезе серии мы на данном складе зафиксировать не можем значит давайте тогда сделаем следующее я сейчас попробую вам продемонстрировать пересортицу ну вот товар 01 набор гаечных ключей это конечно такая достаточно условная привязка пересортица но тем не менее технически она возможна я уберу те документы которые у нас были и как происходит пересортица если мы хотим вот эти вот две позиции за честь по пересортица и так у нас излишек наборов гаечных ключей недостаток товара давайте я создам пересортицу укажу что мы списываем товар на 01 приходу набор гаечных ключей и количество у нас будет общее сколько мы списываем столько мы и приходу и мы на самом деле должны еще указать цену но по сути дела это цена оприходования списание понятно пойдет по себестоимости а цену оприходу не надо указать но на самом деле можно сделать проще можно установить вот эту вот галочку приходит товар по себестоимости списания и этого вполне достаточно чтобы программа сделала все необходимые движения значит у нас есть еще вот такой вот документ порча но по сути дела порча это та же самая пересортица никаких отклонений нету что-то списывается что-то приходится единственное что если вы хотите использовать в работе вот этот документ порча вы не забывайте что вам надо будет использовать тот подход качество который принят в этой программе напоминаю вам что качество в этой программе не является разрезом учета если вы хотите создать какой-то товар у которого были градации качества вам нужно будет указать вот качество товара то есть у вас какой-то товар будет новым какой-то ограничено годным какой-то негодным и вам нужно будет указать связки между этим товаром вот недостачу и излишки по этим позициям вы сможете потом использовать при заполнении документа порчи товара обращаю внимание что и в порчи товар у вас тоже есть вот такой вот вот такая вот галочка приходовать товар по себестоимости списание и в принципе вы можете просто зафиксировать изменение качества без изменения себестоимости а можете зафиксировать падение стоимости товара с отнесением этого падения на определенную статью расходов так значит что у нас еще давайте вернемся с вами пересчетом здесь есть еще один интересный нюанс который стоит посмотреть значит мы можем запустить так называемые помощник оформления складских актов значит этот пом оформление позволит инвентаризационные документы дать попробуем это сделать значит мы видим что вот когда мы начинаем формировать эти документы мы видим что во первых мы можем прямо отсюда используя вот этот помощник оформления складских актов что-то за честь по пересортиться давайте чтобы было интереснее я уберу тот документ который я делал вот этот для валя значит и запущу еще раз помощник оформления складских актов далее ну вот смотрите нам показывают зачет по пересортиться и порча мы с вами хотим за честь вот эти вот две позиции мы выделяем вот эти вот две позиции их может быть здесь несколько и я нажимаю за часть выделенные строки защитого единичку вот пожалуйста у нас остая осталось два набора на оприходовании идем далее значит у нас есть пересортится у нас есть оприходовании в принципе программа все вроде для себя решила указываем организацию которая у нас будет фигурировать нажимаем далее вот ну и в принципе у нас программа сформировала вот эти вот документы да нам осталось только приходовании излишков указать статью доходов и указать цену которую я здесь она не проставила все и у нас сформировалась еще инвентаризационная опись которую можно использовать для печати стандартного документа ну сейчас не получится потому что не сформировалась себестоимость для этого нам надо закрывать период включительная ведомость ну в общем то же самое вот вот принципе базовый функционал инвентаризация у нас есть еще немного времени так давайте я посмотрю вопросов я вижу нет значит что я еще хотел вам показать в рамках данного вебинара нас существует такое понятие как склад с адресной системы хранения и склад с адресной системы хранения он имеет определенные особенности по проведению инвентаризации в чем состоит этот эта особенность на складе обычном без адресной системы классическая инвентаризация предполагает что склад закрывается полностью на нем не действует никак на нем нет никакого товара движения и в течение там одного или нескольких дней проводится пересчет вносится изменения после этого склад начинает работать ну вот это классика понятно что это компанию который принадлежит этот склад вышибает из работы на определенное время и на складе с адресной системы хранения может быть реализована непрерывность то есть вы можете продолжать работать нормальном режиме а при этом еще проводить инвентаризацию как это делается инвентаризация проводится волнами пересчитываются только отдельные места хранения это конечно не исключает ситуации что складской персонал где-то может что-то там поджурничать да там переместить из одной ячейки в другую посчитать второй раз но во-первых никто не знает какие ячейки будут считаться а во-вторых как правило на склады с адресной системы хранения вот уровень товароведческих знаний у сотрудников пониже они больше исполнителя поэтому это все идет как бы несколько проще вот и подобные подтасовки они мил или менее вероятно тем не менее такая ситуация вот такой волновой пересчет на складе с адресной системы хранения возможен и если мы с вами посмотрим то же самое рабочее место пересчета товаров и выберем здесь адресный склад мы увидим что здесь у нас появляется очень интересная функция сформировать задание на пересчет что это значит мы можем сформировать задание на пересчет части склада выбрав какую-то область хранения там или какую-то часть адресного пространства пересчитать только его вот мы можем задание разбить там по количеству ячеек то есть это уже будет реальное задание конкретному человеку который пойдет это пересчитывать но на самом деле интереснее вот эти вот настройки которые находятся верхней части этой формы мы можем посчитать ячейки с остатками мы можем посчитать пустые ячейки и мы можем считать все ячейки да это вот такое дополнительное ограничение и мы можем задать при формировании заданий дополнительные условия ну например ячейка отмечена к пересчету были ошибки настало время пересчета ячейки есть отрицательные остатки товара но отрицательные остатки наличие ошибки это понятно что такое время пересчет дело в том что если мы с вами посмотрим на структуру мы с вами посмотрим на структуру складов и посмотрим на скласские ячейки мы увидим что здесь существуют определенные настройки периодической инвентаризации и периодическая инвентаризация может предполагать что вы пересчитываете ячейки только один раз сколько-то дней это может быть установлено для конкретной ячейки либо это может быть установлено для области хранения то есть мы с ланса на какую-то другую настройку область хранения это просто понятие которое объединяет несколько складских ячей в этом складе области хранения нет вот но вы видите что здесь в принципе эти настройки они те же самые и вот это вот периодичность она может быть использована для того чтобы проводить вот такие вот волновые пересчеты отдельных ячейки на складе это первое отличие которое есть у адресного склада есть и другое обратите внимание если мы создаем так мы тоже можем сделать мы можем создать вручную перед задание на пересчет мы можем здесь использовать еще вот этот флаг который понятно для обычного склада особого смысла не имел блокировать ячейки что это такое значит пока у нас пересчет находится статусе подготовлена ячейки не блокированы как только мы запускаем пересчет статус в работе ячейки которые включены пересчет они блокируются это значит что программа не будет их использовать для того чтобы размещать туда товар или отбирать оттуда товар такие ячейки просто не будут попадать в задание на размещение задания на отбор сразу хочу сказать что конечно блокировка она может вручную устанавливаться ну вот сейчас мы используем пересчет для блокировки когда идет внесение результатов значит у нас тоже идет блокирование и после выполнения вот это вот блокировка снимается это второе отличие которое существует при инвентаризации на адресном складе ну наверное это все что я хотел вам показать в рамках данного вебинара в рамках того времени которое у нас было во время мы уложились какие вопросы у вас есть ну или если вопросов нет спасибо за внимание 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 спасибо за внимание